Ребят, здравствуйте. Есть вот маленький момент, который рабочий, но это мелочь. Большая мелочь. Как говорится, из мелочей все и состоит. Вот во время работы боя с тенью... Что такое боя с тенью? Воображаемый бой. Именно воображаемый. На самом деле, называется... Это по-русски, кстати, не бой с тенью, а по-русски это будет бой своеображаемого противника. Вы, на самом деле, воображаете себе какого-то противника. Низкого противника, встал повыше, все, работаю с тенью. Высокого противника, пониже еще там какие-то точки сопротивления, там пытаешься раздергивать, низкого сдержать, либо вперед на него иду. И, в общем, вот два момента существуют по поводу направления. Мы уже как-то разбирали, что если смотреть вниз, то реально ты начинаешь, закрываешься, уходит спортсмен в себя и такой воображает противника, но воображает он его в себе, внутри, какого-то там в сером мире. Воображать его надо перед собой. Себя вообразить можно Тайсоном, еще кем-то там, Мухаммедом Али, бога ради. Но вы воображаете какой-то образ, воображение образ. То есть вы нарисовали себе образ, вот у него здесь голова, здесь живот, вот вы с этим человеком и работаете, защищаетесь от него, что-то еще там, язык ему показываете, что угодно делаете. Именно момент, когда вы начинаете, я представляю противника, и начинаете на самом деле уходить в себя, и ваши глаза опущены, и у вас и кулаки на самом деле начинают опускаться. Вы какое-то действие делаете, не видя в первую очередь, не видя в первую очередь на самом деле своих кулаков, своих рук, тем же периферийным зрением, не ощущая. Вы ушли в себя и просто куда-то что-то кидаете руки. То есть нет даже воображаемой точки, в которую вы бьете. Подбородок, живот, дернул, по каким-то траекториям начинаете двигаться, но без, скажем так, без конкретного представления, что это вокруг какой-то точки все происходит. На тех же движениях, на тех же ударах. Раз. То есть я что предлагаю? Не уходить в себя, представлять противника, все, и работать с ними, реально представляя. Идеальная ситуация, когда вы работаете со своим, как бы, ростом, со своим, даже где-то своей маневрой. То есть вы самого себя пытаетесь переиграть, перебоксировать. Вот. И еще один момент, который существует, это когда работаем с зеркалом. То же самое, работа с зеркалом. Работая с зеркалом, также вы, ну почти то же самое воображаемый противник, только еще и в цвете, смотря как вы одеты. Тот же вы, ваши действия, вы видите свои удары, вы смотрите на себя. Есть одно только маленькое пожелание. Не то, что так только нельзя. Да можно все на самом деле. Но можно еще лучше. Но желательно вот так. Нет, так сказать, правильного, неправильного. Все возможно, все можно. И так, и так, и вот так. Но либо эффективно, либо неэффективно. И все-таки, становясь к зеркалу, если я, например, я правша, я стою своей стойки, и я работаю, смотрю через правую руку, работаю через правую руку, и смотрю в зеркало вправо себя. И если я это делал на самом деле часто, много, то у меня получается на самом деле такая ситуация, что я немножко, ну приучаюсь, смотря туда, я и в стойку уже, когда становлюсь, у меня голова становится немножко вот такой маленький-маленький стрижок. То есть мое пожелание искреннее, чтобы, работая с зеркалом, вы отрабатывали либо прямо перед собой работали, либо еще очень эффективно, на самом деле очень эффективно. Как раз отработка положения и головы, и понимание плеча кулака левого. Когда вы становитесь так, как я правша, я становлюсь левым боком. Я становлюсь левым боком, я вижу и свое левое плечо. То есть я работаю именно зеркалом левым боком. Либо прямо перед собой, либо левым боком. А когда становитесь правой рукой, еще раз говорю, что немножко, но все равно идет привыкание. Голова чуть уходит справее. Раз у вас голова ушла чуть вправо, вот видите, даже немножко. Я вроде бы и к противнику стою, но теперь обратите внимание, мой кулак оказался вне меня. То есть хочу я или нет, теперь, чтобы ударить справа, у меня произойдет вот такое раскрывание. Нарабатывая вашу голову упрямо, потому что голова всегда стационарная, как константа, вот она как шайба сверху приширили, все. Кулак либо здесь, либо он перед вами, но он в любом случае находится внутри плоскости вашего тела, вашего плеча, внутри вас. И вы выталкиваете его. Привычка голову держать немножко вот так. Вроде бы и кулак у подбородка, но на самом деле кулак оказался вне вашего корпуса. И будет запаздывание, будет раскрывание, будет замах. Вот эти моменты тоненькие, они все равно работают. Спасибо, удачи. Левша, соответственно. Ну, левша, естественно, что левша, да, правым боком становится. Либо здесь, то есть все зеркально. Все, пользуйтесь, пожалуйста.